всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале рисуй скетч сегодня мы с вами нарисуем и рис смешанной техники у нас будет графика плюс акварель и сразу же приступаем к построению для начала мы определяемся где будет находиться наш главный цветок решаем с направлением стебелька и намечаем примерно где у нас будет два нераскрытых бутона основной цветок у нас грубо говоря состоит из пяти лепестков два лепестка мы рисуем расположенных наверху к верху видите первый и второй до два основных лепестка будут расположены к низу повернуты вниз до получается развернуты и 3 мы будем слабо там видеть за нашим главным основным лепестки можно нарисовать такой формой большой такой формой капли дальше я буду рисовать все линером вы продолжаете в карандаше если не уверены в своей руке либо можно тоже также сразу же начать рисовать линером и теперь приступаем к проработке каждого лепестка отдельно то есть мы поверх нашей вот этой вот свободной формы капельки до которую мы рисовали каждый лепесточек мы делаем живую живую кривую линию да то есть мы создаем форму нашего лепестка лепестки у риса как мы знаем имеет имеют такую волнистую до форму поэтому смело можно прям легко легко создавать эту форму не бойтесь что-то запортачить потому что это все таки скетч и здесь у нас более стилизованный рисунок у нас нету цели создать прям фотографическую точность передать поэтому не бойтесь делайте как ведет рука у вас для более живого рисунка я предлагаю вам пару листиков завернуть до развернуть к нам другим ракурсом чтобы не все было прям фронтально да как вот прям все лепестки смотрят строго на нас поэтому нижние лепесточки а чуть-чуть подогнула и верхний боковой тоже слегка развернула к нам другим ракурсом также намечаем центральную прожилку я ее делаю слегка прерывистой позже мы будем с вами обводить это все более жирным линером спускаемся ниже начинаем прорисовывать наши боковые побеги с нераскрытыми бутонами огромный совет вам при рисовании любых цветов обязательно набирайте в поиске в интернете строение такого-то цветка строение риса строения ромашки обязательно посмотрите именно вот ботаническое описание то есть для вас будет более четко более понятно картина как состоит цветок да то есть какого какой у нее какой лист у этого цветка какой лепесток у этого цветка как раскрываются бутоны это дает вам очень большую информацию и вы сможете уже на своем рисунке более правдоподобно показать тот или иной цветок так здесь мы с вами рисуем все таки больше стилизованный рис поэтому бутончики у меня такие прямо совсем-совсем схематичные что для вас очень хорошо да я думаю любой справится с такими бутончиками чтобы нарисовать ну все стираем все лишнее и будем приступать с вами графики для обводки основных линий нашей формы цветка я использую линер от микрон 08 и смело начинаю обводить по нашим вот этим первоначальным линиям стараюсь делать линии ровные постараться не в плане ровная то чтобы линия у вас не отрывалась до чтобы у вас не было таких неровных стыков между линиями также советую где-то местами делать утолщение либо вот на склад когда то есть там где мы предполагаем что наш лепесточек сложился до складочка там образовалась можно утолщить также для себя решите с какой стороны у вас будет падать свет если с правой стороны то тогда получается все линии которые находятся слева внизу мы утолщаем таким образом показывая дополнительная тень до главное расположите руку очень удобно чтобы локоть у вас находился на столе рука не была на весу тогда линии у вас будут получаться уверенные и плавные не забывайте утолщать у каждого лепестка до с одной стороны либо со складочек чтобы тоже не казалось что это у вас разукрашка до чтобы не было не было у вас везде одинаковая толщина линии ну все продолжаем также работать над каждым лепестком я сейчас чуть-чуть ускорю видео продолжаем дальше работать над нераскрытыми бутонами здесь я также вам напоминаю что надо утолщать линии с какой-то одной стороны ибо для более графичности я видите как в каком-то месте провожу дополнительную линию да то есть слегка отступая буквально там один миллиметр делаю вторую дополнительную линию таким образом у нас появляется какая-то игривость в рисунке на бутончике да видите я сейчас тоже сделала несколько повторных линий теперь мы будем работать надо прожилками я использую здесь уже микрон 0 1 и на ваш взгляд да где у вас линия согнута то есть там где лепесток маленько искривляется я провожу такие небольшие прожилки не доводя до центральной линии можно где-то эти прожилки удвоить до сделать вторую дополнительную можно где-то сделать прожилку прерывистую то есть такую как пунктирную до линию и таким образом у нас уже зрительно видно эффекта как будто ли лепестки наши как бы маленько сгибаются до на ветру также обхожу стебелек обхожу все бутончики и и вот такой у нас замечательный появился и рис графики дальше мы будем с вами работать в цвете буквально у нас вообще будет очень маленькая палитра из синего фиолетового желтого и зеленого цвета еще добавлю там где-то оранжевый золотистый из невской палитры и так смотрите приступаем к написанию наших лепестков самый нижний центральный наш листик да мы его полностью смачиваем будем писать с вами по мокрому я подготовила у себя на палитре синий и фиолетовый цвет можно взять любой синий хоть ультрамарин хоть кобальт синий хоть обычный синий у меня это обычный синий и фиолетовый цвет после того как мы смочили весь лепесток мы приступаем к погружению краски да на наш листик то есть вот буквально легким касанием кисточки мы просто окунаем эту краску да в наш нашу эту мокрую области и краска сама растекается в центре мы положили синий цвет и по краям укладываем фиолетовый так как мы пишем по мокрому эти цвета у нас гармонично взаимодействует друг с другом до растекаются соединяются и все происходит все волшебство акварельное происходит само по себе единственное можно показать направление прожилок до основных главное здесь работать аккуратно не вылазить за границы и старайтесь брать не слишком насыщенную краску до чтобы у вас не перекрылся нашли нет а иначе зачем мы рисовали эти прожилки если их полностью вы перекроете краской то есть это не гуашь мы рисуем акварелью поэтому обязательно разбавлять ее водой контролируйте ее тональность теперь смотрите что мы делаем мы отжимаем кисточку до промакиваем и сухой чистой кистью проходимся по центральной прожилки собираем лишнюю краску и проходимся также выборочно по боковым прожилкам таким образом у нас когда лепесточка этот подсохнет у нас эти места останутся светлее и будет создаваться такое как бы впечатление согнутого в середине листочка теперь приступаем к верхним лепесточком они у нас будут такие желто синего цвета также перекрываем все водой начинаем писать сверху желтым цветом не это желтый средний из немской палитры вы можете взять любой желтый желательно теплый чтобы это был не лимонный цвет возьмите какой-нибудь теплый желтый и вот сразу же пока у нас этот желт там влажный не высох цвет я вношу буквально пару капель оранжевого из-за чего это делается из-за того что я листочек у нас согнут да и естественно там будет тень поэтому мы сразу же делаем акцент на том что с краю где листочек завернут у нас там тень в этом же духе мы работаем дальше также сверху желтый к низу синий постарайтесь очень аккуратно совместить желтый синим чтобы у вас желтый синий точнее не заходил сильно на желтый что получается такой грязновато зеленый цвет и он нам тут совсем ни к чему поэтому здесь нужно быть очень аккуратным также оранжевым цветом видите вот золотистым я сразу же наношу в те места где мы с вами рисовали такие ну якобы складки да то есть тоже показывая что у нас там затемненный участок вот аккуратненько аккуратненько вношу синий цвет не заходя на желтый да то есть видите чтобы у нас синий не заходил на желтый дальше работаем над нашим самым дальним лепестком кстати мы умышленно да видите не делали на нем никаких боковых прожилок потому что этот листочек нам не нужно брать в акцент то есть он у нас таким дальним вторым планом и естественно мы его также и перекрываем то есть мы делаем легкий фиолетовый оттеняем синим ну и слегка слегка там намекаем на какие-то прожилки последний лепесточек у нас по той же аналогии в середину синий по краям фиолетовый все у нас это гармонично перетекает цвет в цвет и получается акварельное волшебство не волнуйте что цвет у нас тускнеет при высыхании это у нас лишь первый слой мы обязательно все сделаем работаем над контрастом над насыщенностью следующих слоях выборочно где-то показывайте боковые прожилки не надо каждую прям прожилочку выделять лишь некоторые намеки можно показать так сейчас поработаем над бутончиками они у нас очень стилизованные очень легкие поэтому там буквально мы их смачиваем водой и такими вкраплениями добавляем краску да то есть синий капелька синего капелька фиолетового и все гармонично у нас растеклось нижний бутончик я сделаю желтый синий также смочу его сверху залью желтым и книзу обозначу синий цвет бутончик у нас здесь свернут и да в месте где один лепесток примыкает к второму я также добавила каплю оранжевого да с намеком на тень смотрите у меня образовалась лужа да на первом бутоне и я просто выжила кисточку и сухой кисточкой просто прикоснулась к этому месту да к этой луже и кисть благополучно впитала в себя лишнюю воду поэтому сразу убирайте всю все эти лужи с листа пока у нас это подсыхает мы будем сейчас перекрывать наш стебелек я использую здесь зеленый и еще оливковый если у вас нет оливкового то вы можете просто к зеленому примешать желтый либо охру желтую можно взять и у вас получится тот же самый оливковый цвет смело перекрываю всю нашу эту зеленую часть да то есть вот место где у нас бутон нераскрытый стебелек мы все перекрываем оливковым цветом либо зеленый желтым и опять же пока этот первый слой оливкового цвета у нас не подсох я сразу же ношу темный зеленый цвет на места где у нас предполагается теневые участки очень аккуратненько очень осторожно сразу же да вот видите то есть я не дожидаясь когда этот слой подсохнет я сразу же ношу зеленый таким образом у нас опять же цвета хорошо размываются до растекаются друг с другом и получается такая плавная заливка так теперь с вами перекроем просто синим цветом нашу оборотные оборотную сторону лепестков мы здесь видим у первого лепесточка верхнего до оборотную сторону и чуть-чуть и оборотной стороны у нижнего левого листочка перекрываем синим цветом и теперь будем уже с вами работать над насыщенностью над контрастом берем все те же наши цвета и смотрим где необходимо их положить его второй раз главное здесь не полностью закрасить до насыщенным цветом второй раз полностью наши лепестки а положить именно этот цвет там где это необходимо то есть как вы видите я желтый повторно накладываю на начало лепестков и сейчас буду оранжевым проходится именно вдоль складок то есть таким образом когда вы оставляете первоначальный наш светлый первый слой до потом вы накладываете второй слой более насыщенный еще раз углубляете тени и у вас тогда получается вот этот вот 3d объем если вы полностью перекроете лепесток до снова на второй слой полностью закроете его желтым цветом то у вас будет просто плоская картинка поэтому желтый нужно укладывать туда куда это необходимо сейчас я еще раз прошла синим до по теневой стороне оборотного лепестка и вот на нашем дальнем до прохожусь еще раз синим слегка показываю прожилки акварелью но при этом оставляю первоначальный слой да вот этот светлый сейчас перехожу к нашему одному из центральных лепестков прохожусь по контуру фиолетовым цветом углубляю прожилки и чтобы не было до резких краев я размываю этот второй слой влажной чистой кисточкой с первым то есть вот смотрим я на не наношу на прожилки на край более плотный более яркий до фиолетовый цвет в середину синенького и вот промыла кисточку до обмакнула об салфетку и вот такой вот полувлажной кисти кистью прохожусь по краям нашего второго этапа до чтобы у нас не было жестких краев также смотрим что у нас этот бутончик до находится под лепестком естественно на нем будет тень у второго бутона углубляю вниз более таким насыщенным синим и смотрите да вот я сейчас прошлась по самому бутончику мне не понравилось и если вы быстро среагируете это можно промыть кисточку выжать и сухой кистью убрать этот цвет ненужный главное здесь быстрота реакции чтобы цвет не успел впитаться в бумагу тогда вы можете даже лишний мазок убрать где-то можно еще раз пройтись по прожилкам выборочно и дальше уже смотрите на свое усмотрение где необходимо добавить более насыщенного цвета обязательно мы это делаем ближе к середине там где у нас именно теневая часть лепестков можно обозначить легкими линиями еще раз складки на лепестках подмешиваю сейчас к нашему зеленому каплю синего и еще раз прохожусь именно со стороны теневой нашего стебелька и нераскрытых бутончиков можно прямо тоже повторить линии которые мы делали линером то есть прямо вдоль них пройтись и дальше мы с вами уже проставляем акценты белой гелевой ручкой можно еще раз обозначить наши прожилки выковые особенно белая гелевая ручка хорошо смотрится именно в теневых участках там можно сделать небольшую штриховку можно закрасить наши центральные прожилки у верхних светлых лепестков здесь уже вы можете проявить полностью свою свое творческое начало посмотреть где вам этого хочется да где хочется внести какие-то дополнительные детали и аккуратненько тоже не переборщив можно слегка поштриховать обязательно делать это по направлению до самого лепестка чтобы линии были плавные и повторяли общую форму вот что у нас по итогу получилось выкладывайте свои работы в соцсети с хэштегом рисую скетч я буду обязательно вас отмечать огромное всем спасибо